Благоустройство и санитарное состояние – это то, что в первую очередь оценивает глава Сочи Анатолий Пахомов во время традиционных обходов. Сегодня рабочий день главы города начался на Мамайке. Мэр отмечает, микрорайон за последние годы изменился и в лучшую сторону. Было приятно пройти по набережной. Было видно, что район активно занимается и благоустройством, и приведением к санитарным нормам. Сейчас только начался у нас месячник по санитарному состоянию. Конечно, мы нашли замечания, они есть. Я думаю, что ровно через месяц мы вернемся, посмотрим, как они будут исправлены. Но могу сказать, что в принципе я очень доволен, что уже поменялась ментальность. Все прекрасно понимают, какие требования, какие должны быть заборы, какие должны быть фасады, какая кровля. Понимают, но не все местные жители жалуются на мусор на своих же территориях. Мэр подчеркивает чистота и порядок – дело общее. А во дворах многоквартирных и частных домов уборка и вовсе – это задача только самих сочинцев. Вы приехали как будто на отдых. Друзья мои, у нас люди собираются и убирают. А вы хотите, чтобы кто-то это делал? Ну а кто, скажите, по-вашему, должен делать? Организуйте субботники, я сама выйду. Вот такие неприглядные дома не украшают Мамайку. Не спасают даже красивые заборы, установленные городом. Домики должны быть срочно приведены в порядок, напоминает глава хозяева. Исчезнуть должны и кучи мусора во дворах частных домов. В противном случае сочинцев ждут штрафы за несоблюдение правил благоустройства. Посмотрите, вот штраф будет пять тысяч. За пять тысяч вы можете тут убрать все сами. Все уберем. Анатолий Пахомов сделал замечание продавцам на социальных рядах вдоль реки, где они торгуют бесплатно. За красивым фасадом из местных сладостей, орехов и специй – неприглядная картина. Коробки, пакеты и ящики – это то, что должно быть скрыто от глаз покупателей. Мы сделали социальные ряды. Ряды. А на рядах вот этих вот бардаков не должно быть. Они пришли, продали, ушли. Мэр еще раз напоминает, каждый рабочий день бизнесмены должны начинать с уборки своих территорий. А еще пора задуматься о приведении магазинов и кафе к единому архитектурному облику. Безвкусные и морально устаревшие вывески должны уйти в прошлое. Заглянул глава Сочи и в детский сад номер 80 на Крымской. Здание, благодаря в том числе помощи шефов, регулярно ремонтирует и приводит в порядок. Единственная проблема – вот это подпорная стена, которая без проекта была построена еще в советское время. Проблема в том, что здесь есть грунтовые воды, которые проходят через определенные блоки. Проблема со стеной существует, в принципе, уже много лет. Но, тем не менее, все вопросы держатся на контроле и в управлении образованием, и администрации города. Поэтому мы очень надеемся, что наш вопрос будет решен. Нас это, откровенно говоря, очень встревожило. Я думаю, что буквально сегодня я проведу совещание с управлением капитального строительства. Мы, наверное, выделим деньги для того, чтобы немедленно делать проект и делать новую подпорную стенку, потому что здесь детский сад. Прямо над детским садом недостроенные дома компании «Вант». Это проблема «Мамайки». Но и она скоро останется в прошлом. Администрация города нашла для недостроя инвестора. Планируется, что заветные квартиры, которые люди ждут с десяток лет, они получат к 2021 году.